Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Состоялось 43-е очередное заседание Совета депутатов муниципалитета. Просьба привлеките их, пожалуйста, в комиссию. Пусть выскажут свое мнение, выйдут на территорию. Ну, то есть, пусть поработают. Прошло внеочередное заседание общественной палаты. Звонили из ГАЗ, они собрали через 367 тысяч. Отрядом юных инспекторов дорожного движения исполняется 49 лет. В этой организации я участвую с пятого класса. Мне это нравится, потому что я люблю помогать детям. Состоялось 43-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. На нем было рассмотрено несколько вопросов, касающихся хозяйственной деятельности муниципалитета. С подробностями Максим Козлов. Первым вопросом в повестке дня 43-го заседания Совета депутатов округа стояло утверждение перечня движимого имущества, которое передавалось в собственность городского округа. Эта техника была предоставлена правительству Московской области для борьбы с последствиями сильных снегопадов. Предлагается нам взять газель, трактор и прочее для обеспечения жизнедеятельности муниципалитета. Данная техника уже находится в составе доросервиса, она работает, поэтому чисто технический вопрос, за который прошу проголосовать. Премия вызвал вопрос об установке шлагбаума на придомовой территории дома 52 по улице Советской в городе Видное. Этот дом находится в непосредственной близости от детской поликлиники, но депутаты приняли положительное решение при условии создания дополнительных парковочных мест рядом с учреждением. У нас есть два инициатора решения этой проблемы, что там где-то подрезать, карманы нарезать. Просьба привлеките их, пожалуйста, в комиссию, пусть выскажут свое мнение, выйдут на территорию, ну то есть пусть поработают. В конце концов мы только за, давайте мы, если надо, включимся и советом, если нужно будет принять какие-то решения. Также депутаты утвердили дату заслушивания отчета главы округа по работе администрации за 2021 год. Народные избранники приняли решение, что это произойдет 30 марта. Алексей Спаский пояснил, что в деталях отчет будет отличаться от того, с которым он выступил перед жителями 25 февраля. Вы видите, те события, которые происходят, они в любом случае повлияют на нашу общественную и на экономическую жизнь составляющую. Поэтому тот месяц, практически месяц, который нам предстоит, я думаю, что он во многом определит ту формацию и те финансовые условия, в которых мы будем жить. Также в этот день состоялось заседание фракции партии «Единая Россия», на которой обсудили меры поддержки для беженцев из ДНР и ЛНР. Мы развернули штабы волонтерской роты нашей «Единая Россия», молодой гвардии, по сбору вещей первой необходимости, продуктов питания долгосрочного, для того, чтобы можно было как-то поддержать и отправлять, естественно, эти грузы в другие регионы, где уже размещены беженцы. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ. У кинотеатра «Искра» сегодня состоялся флешмоб, участники которого призывали всех за мир. Порядка сотни видновчан разного возраста и рода деятельности собрались на площади у кинотеатра. Студенты и школьники, спортсмены, депутаты, представители общественности. Наш флешмоб мы сегодня посвящаем миру, не тем, кто хочет наплевать кому-то в лицо, только за то, чтобы дети не плакали, только за то, чтобы весна пришла счастливой. Мы поддерживаем наших за своих, за мир. Этот флешмоб в поддержку наших ребят. Потому что мы за мир, мы поддерживаем нашего президента и его решения. И мы однозначно все против войны, но за справедливость. Я думаю, это очень важно. Всем нужна поддержка, и мы выехали в поддержку наших военных. Все должны понимать прекрасно во всем мире, что Россия за мир. Надеемся, что все-таки мы в ближайшее время закроем эту печальную голову. И все-таки вспомню, как оно было не так давно, когда мы были дружескими народами. Когда мы были единым народом, фактически. Поэтому искренне надеемся, что скоро все-таки мир восторжествует. Я не хочу войны. Россия! 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 В городском округе Пушкино развернут пункт временного размещения беженцев из признанных Донецкой и Луганской народных республик. Единороссы Ленинского городского округа посетили оздоровительно-образовательный центр «Родник», где размещены около 50 семей с детьми и привезли гуманитарную помощь от жителей нашего муниципалитета. Средства личной гигиены, школьные принадлежности, канцелярские товары, детские игрушки и постельное белье – все самое необходимое для беженцев доставили в пункт временного размещения представители местного отделения партии «Единая Россия». Мы сегодня привезли для детей из Луганской и Донецкой народных республик гуманитарную помощь, которая была собрана партийным активом и просто неравнодушными жителями в местном отделении «Кварсье» в Ленинском городском округе. Мы привезли с собой товары первой необходимости. Гости привезли не только подарки, но и хорошее настроение. Генератором положительных эмоций выступил любимый детворой нашего муниципалитета клоун «Алекс». Активное участие в празднике приняли дети и их родители. Все с удовольствием пели, танцевали, перетягивали канат, участвовали в конкурсах и получали призы. Нам здесь очень нравится. Праздник нам устроили просто замечательно. И давно так не веселилось, и давно так не было весело. В принципе, деткам понравилось. Он вообще замечательный. Жителям муниципалитета и местным отделением «Единой России» Ленинского городского округа продолжается сбор средств первой необходимости для беженцев. И совсем скоро очередная партия гуманитарного груза отправится в пункты временного размещения. Галина Житкова, Ольга Садовская, Видное ТВ. Состоялось внеочередное заседание общественной палаты Ленинского городского округа. Обсудили самые актуальные на сегодняшний день вопрос. Работу пункта приема гуманитарной помощи беженцам из Луганской Донецкой Народных Республик, который с 24 февраля работает на базе общественной организации. Какие еще темы затронули, расскажет Юлия Погасьян. Уже вторую неделю на базе общественной палаты округа работает пункт сбора гуманитарной помощи. За это время волонтерам удалось собрать более тысячи килограммов различных товаров. Все это на днях отправится непосредственно получателям, беженцам из Луганской и Донецкой Народных Республик. Всеми организационными вопросами занимаются общественники. Мы с территориальными отделами и с другими муниципальными учреждениями расположены на территории муниципалитета. Договорились, что они будут на базе своих мощностей организовывать территориальные такие мелкие перевалочные пункты гуманитарной помощи, а потом отцентрализованных, привозиться к нам для того, чтобы мы уже на своей базе его отсортировали и, соответственно, оформлены на ближайшем уровне. Управляющие компании даже некоторые подключились тоже к этому вопросу, к этой проблеме, соответственно. Поэтому могу сказать, что довольно-таки открыто, профессионально, ответственно наши коллеги к этому процессу подключились. Этот и другие вопросы общественники обсудили на внеочередном заседании. Проговорили схемы привлечения новых волонтеров для дежурств в пункте сбора гуманитарной помощи, взаимодействия с крупными предприятиями округа. Звонили из «Газпрома» в «Негаз», они собрали средств 367 тысяч. Здорово. Да, вот они спрашивали, что конкретно было. Говорят, продукты мы не будем покупать, а вот что. И, ну, я сказала, электрочайники, трампопоты, также носки, пеленки. Обсудили члены палаты и возможность возобновления плановых приемов населения. Проголосовали единогласно «За». Ориентировочно с апреля эта работа продолжится. Руководитель общества инвалидов Наталья Рящина от своей организации вручила коллегам по общественной палате благодарности за помощь в проведении благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». В свою очередь члены общественной палаты выражают благодарность всем жителям округа, которые не остались равнодушными к судьбе беженцев. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно. 6 марта исполняется 49 лет со дня создания отрядов юных инспекторов дорожного движения. Накануне этой даты в видновской школе номер 7 состоялся флешмоб для учеников первых классов. В настоящее время уделяется большое внимание развитию отрядов ЮИД, где ребята не только сами изучают правила безопасного поведения на дорогах, но и ведут просветительскую работу среди всех участников движения – пешеходов, пассажиров и водителей. «В этой организации я участвую с пятого класса. Мне это нравится, потому что я люблю помогать детям, подсказывать им то, что они не знают, рассказывать им что-то новое. Плюс я люблю сама что-то новое узнавать. И мне это помогает». В видновской школе номер 7 юидовцев с наступающей датой – 49 лет со дня основания – поздравили сотрудники госавтоинспекции. После чего участники организации познакомили первоклассников с основами дорожного движения. «Очень интересно узнавать что-то новое по правилам дорожного движения и рассказывать это маленьким детям. Ну и ходить по классам, объяснять им, как надо вести себя на дороге, на проезжей части». Старшие ребята в игровой форме показали, как правильно переходить дорогу и рассказали о правилах поведения на пешеходном переходе. Также объяснили первоклассникам важность светоотражающих элементов на одежде в темное время суток. Ребята отмечают, что малышей с самого раннего возраста нужно знакомить с ПДД. «Потому что они могут идти о чем-то разговаривать, например, по дороге и не увидеть, что, например, красный свет. И может пролететь очень быстро машина и сбить их». В отряды ЮИД может вступить любой школьник, начиная со второго класса. Всего на территории муниципалитета работают 22 отряда во всех школах округа. «Традиционно ребята участвуют в таких мероприятиях, как «Безопасное колесо», «Слет ЮИД», проводят всевозможные акции, направленные на безопасность дорожного движения, как в школах, так и вместе с нами, с сотрудниками госавтоинспекции при различных рейдах». После окончания школьного мероприятия члены ЮИД провели одну из своих агитационных акций. Они пообщались как с пешеходами, так и с водителями. «Когда вы пешеход, не смотреть в телефон, не одевать наушники». «При переходе правильная часть». «Да». «Спасибо. Молодцы. Соблюдайте правила дорожного движения также». Дмитрий Книг, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.